Дорогая Наташа, приветствую тебя сердечно. Приветствую, Костя Ваговедович. В Белоруссии приветствую. Как погода в Белоруссии? Весеннее. Я сегодня ходила без шапки, кругом лужи и солнце. Приятная погода. Посмотри, слушай, ты у нас такая грамотная психолог. Ты там и по психологии, и по семейным отношениям, и по сексуальным отношениям. Слушай, это мне только сейчас надо было сексуальные отношения выяснять. Я шучу. Нет, я просто горжусь, что у нас в школе Человек Божьего, Homo Futurus, такие участники, которые в очень большом объеме мыслят и готовы давать консультации. А ты скажи у нас там, куда тебе надо звонить, писать, если что, допустим, к тебе обратиться. У меня есть сайт, на сайте есть все мои телефоны, Телеграм, группы есть в Телеграм, как по сексологии, так и по психологии. Ну, мы здесь разместим твои данные, да? Большое спасибо, да. Самое интересное, вот я с нашим другом, с Евгением Каплуном разговаривал, который охотно дает советы мне, и скоро мы с ним будем еще говорить. И ты тоже можешь, как раз ты, оказывается, тоже, как это называется, я забываю, все время. Это называется нутрициология. Отрицательное, да. Потому что ты мне вот вчера написала вот про эту, ну, масло вологодское в Москве можно купить, там, где, оказывается, молока нету. Как раз уже. Жиры, хорошие жиры, хорошего качества, да. И про вот это, и про витамин В, Д, про витамин Д, ты мне написала, что не всякий продукт можно его есть свободно, надо все-таки смотреть, потому что печень трески, есть производители, которые делают, ну, как ты мне объясняла, в общем, я в этом ничего не понимаю. Да, чуть-чуть. Ну, моя любимая тема. Во-первых, сексология, она вся про еду. Когда мы занимаемся психологией сексуальности или сексологией, мы всегда про еду. Например, можно просто сейчас небольшой тест сделать. Вот люди сейчас смотрят нас. Давай, давай, давай. Как мы кушаем? Вот обычный способ еды. Кто-то прибегает домой, не успевая еще ничего приготовить, быстренько хватает. Кто-то, например, у нас может готовить, все красиво ставить на стол, пока готовил, аппетит прошел. Кто-то, забегом вперед уже, ну, никакого, грубо говоря, оргазма нет, нанюхался, насмотрелся и не кушает. Кто-то, например, смотрите, что делает, готовит, готовит еду, а потом говорит, вы знаете, я в сторонке поем одна, а с вами я не хочу кушать со всеми вместе. И уходит в одиночество. Сейчас, кстати, очень много людей в семьях, которые взяли по тарелке и разошлись по компьютеру. Тоже такое есть. И вот сейчас, пока мы с вами разговариваем, пускай каждый подумает, как он обычно кушает. Набрасывается на еду, готовит, накрывает, кушает, либо готовит-готовит и не захотел кушать. И вот может даже чуть-чуть поставить сейчас на стол, подумать, даже может что-то выписать, спросить у своего партнера или там у окружающих, как я кушаю вообще, расскажите про меня. А потом обратно поставить на наше видео, и ответ такой, как вы кушаете, такие вы и в сексе. Что ты говоришь? А те, которые секс, они имеют, значит, они не кушают совсем, что ли, или что? Это по-другому. Я же, я же, я же. У кого нет секса, он же все равно есть когда-то, да, какой-то вот. Вы знаете, есть люди, там, не знаю, эротика, платонические части, но вот уже оргазм получать, и все. Что ты, Наташенька, ты говоришь о том, что, например, я мужик, да, или это только женщин касается? Кто как кушает, то так и это самое. Это всех касается, или как? Это вообще пищевая модель поведения. Например, я очень люблю есть мясо. Я, кстати говоря, хочу у нашего дорогого Евгения Капуна спросить вот в следующем нашем стриме. Да, он всегда мне с удовольствием помогает, и от совета. Я спрошу, вот мясо, которое я ем, вообще полезно? Может быть, не полезно? Мы в прошлый раз говорили о конине, мы говорили о барашке, мы говорили о говядине. А, кстати говоря, я тебе хочу сказать, у меня был друг, но его сейчас нет, академик Леонтьев Алексей, Алешенька. Он был как раз сыном того академика Леонтьева, который занимался теорией деятельности. И вот Алеша, мой друг, он тоже был академик, но он был в РАУ, в Академии образования. Да, он был психолингвистом, во-первых. Во-вторых, значит, я его спрашиваю, Алеша, вот ты академик, ответь мне на вопрос. Почему, говорят, барашка, это баранина, про коня это, говорят, конина, а про корову, говорят, не коровина, а говядина? Почему так? А он говорит сразу, даже не задумываясь, он говорит, потому что говядо – это туша. Поэтому, говорят, говядина. Я говорю, вот ты точно академик, я не знаю, это так или нет, но ты сразу ответил. Алеша, такой был интересный человек, мы так сильно с ним дружили. Я ему еще иголки ставил, а он мне помогал статью писать в журнал Госкомтруда СССР, я там письмо писал о том, как готовить коллективы и так далее. Вот такой был, такой глубокий человек вообще, о, как я любил общение с ним. Он мне тогда познакомил со словом «задействованность». Он говорит, люди задействованы, вот такой мыслитель был, да, академик, да, очень-очень-очень интересный был человек. Его сын, кстати говоря, тоже академик, по-моему, Дмитрий, да, в МГУ, по-моему. Никак у нас с ним контакт не складывается, я ему как-то писал писать, он мне ответил, что он куда-то в командировку едет, потом вернется там и мне напишет, но так и не написал. Ну, дай Бог ему здоровья, да, значит, времени нет. Послушай, мы немножко отвлеклись. Ну, я с умыслом всегда отвлекаюсь, с умыслом, я не просто так. Я понимаю, я пытаюсь. Да, 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 да. Во-первых, я сказал о психоанализе и о психолингвистике. И о том, что был Фрейд, и о том, что Юнг, и о том, что во времена перемен, в точках временных бифуркаций, опять появляются сектанты, опять появляются спиритологи, опять появляются всякие, которые там гадают на кофейных кушах и на тарелочке кушах. Да, потому что неопределенность, сейчас неопределенность. Ты психолог. Неопределенность сужается сознание. И как только сужается сознание у человека, сразу появляются четкие алгоритмы. Например, если мы посмотрим все книги, там, «Домострой», что-то еще, да, суженное сознание в те времена, когда писались эти книги, и прямо расписано вплоть до того, как мы должны, не знаю, утром встать, с какой ноги, слезть в постель. Слушай, вот у нас есть Дмитрий Смыслов, которого мы оба очень уважаем. Ты мне об этом сказал. Да, он хороший, да. Он хороший. Мы скоро с ним будем еще один видео делать. И всех предлагаю посмотреть, чтобы все посмотрели. Скоро мы Дмитрий Смысловов, такой глубокий, компетентный специалист. Я рад, Наташа, что ты тоже его с таким интересом читаешь. У меня все студенты его читают. Я подпись переделала, прослушав его лекции по почерковедению. У меня была неправильная подпись, там сплошные кресты были. Какое интересное. Я сидела переделывала подпись. Это было очень интересно. А теперь, пожалуйста, скажи, о чем ты сейчас говорила, что в условиях неопределенности каждый что? Ты говоришь, вот что? Сужается у людей сознание, да? И повышается запрос на четкие алгоритмы. И, конечно же, тут же появляются люди, которые говорят, сейчас я вам погадаю, все получится. И психика идет вот в это направление, потому что не хватает. Что я понял в последние годы? Я понял, почему все-таки зло, оно, во-первых, кристаллизуется быстро в условиях неопределенности. На чем оно основано? Я понял. На слабостях человеческих. Вот люди, которые не любят в себе искать недостатки, а ищут и недостатки только в ком-то, в чужом, в своем глазу, как говорится, в предании, в чужом соринку видишь. Ну, то, о чем говорили и все пророки, и Христос говорил, и все основатели религии говорили. Об одном и том же. О человеческой психологии. Да, они доносили до нас метафорами, притчами всевозможными на наше устройство психологическое, как мы понимаем вещи. И вся Библия, и все Евангелие пропитаны всякими примерами возможными, чтобы люди все-таки очнулись и поняли, что надо все-таки быть отзывчивым, добрым, сопереживательным, что человек должен быть человеком, в каких бы обстоятельствах он не находился, особенно в условиях неопределенности. Потому что там появляются в условиях неопределенности люди, которые манипулируют этим, они пользуются этой неопределенностью. поскольку у человека нету равновесия внутреннего, он не знает, на что опереться, и он хватается, как утопающий за соломинку. А тот, который говорит уверенно, а люди инстинктивно думают, что тот говорит уверенно, значит, он знает, о чем он говорит. И они начинают становиться ведомыми. А почему они становятся ведомыми? Потому что их в школе не учили мыслить. Их не учили изобретать, их не учили сравнивать, их не учили именно изобретательскому мышлению в условиях жестких временных ограничений, а их учили повторением мать учения. Их учили создавать шаблоны. А в условиях неопределенности шаблонов-то нету, не на что опереться. Там неизвестно. А мне нужно добавить. Вот прямо сейчас. Да? Добавляю. Во-первых, повторение мать учения, продолжение есть. И удел глупцов? Это не до конца нам говорили. Вот эту вещь. Так, а пока слушала, уже забыла свои мысли. О том, что надо, мы в нашей школе, человек, будучи хомофутурс, как раз учим использовать энергию стресса, как работать в условиях неопределенности. Что когда тебе, человеку, трудно, чтобы ты не терялся, чтобы ты мог слышать себя и подбирать действия, которые тебе подсказывают инстинкт. Потому что... О, это очень... Говори, говори, я тебе не буду... У меня прямо вот два примера. Вы говорили про... Вот как у нас сейчас манипуляции есть, да? Я прямо сейчас... Может, кому-то не понравится этот пример, потому что манипуляция просто мощнейшая на протяжении последних 30 лет. Я за ней наблюдаю. Людям рассказывают, что был патриархат. Там до революции был патриархат, еще что-то. На самом деле патриархата не было, а было очень мощное равенство вот на всей территории царской России. Потому что труда было у мужчин столько, что они не могли на себя все взвалить. Бабы тоже и молотили, и впрягались, и принимали решения. Бабы тогда, да? Ну, женщины сейчас. Вот. И от женщин зависело просто очень многое, потому что люди практически все время трудились и выживали. И мужчины, и женщины – это были партнеры, как кони, запряженные в одну упряжку. И там не было вот этого, как нам сейчас рассказывают, мужчина – это свет в окошке, женщина должна все быстренько-быстренько прибрать, все время ему улыбаться. Слушайте, такая женщина начинает себя ненавидеть и мужчину ненавидеть. Нет, ты что хочешь сказать, что у нас не было того, что у мужчины был главный, а было равенство. Имеется в виду, при социализме тоже равенство было, потому что все пахали одинаково. Все не говорили. А, как я понимаю, равенство, оно не такое, как нам сейчас рассказывают. Так, вот это важный вопрос. Какое же было равенство? Если они были рабами, как равенство – это одно. Если они были как господа, как равенство – это другое. Или было бы родство, как равенство? Ну, внутри семьи, да? Внутри семьи. Муж и жена. Одна сатана. Были в упряжке. Они были в упряжке. Были в упряжке. Супруги, да? Супруги. Супруги, да. И не было вот этого мегалепия, что вот что мужик сказал. Дело в том, что женщина много рожала. Ну, она одним занималась, он другим занимался. То есть, они были по задачам. Каждый был главный в своем деле. Он был первый в своем. То есть, по детям, по борщу была женщина первая. Да. В этом смысле, да? Ага, понятно. И понимаете, что дело? И, конечно, вот то, что нам сейчас проповедуют все вот эти тренинги, да? Ты отманипулируй мужчиной так, чтобы он был довольный. Ты там вот не показывай ему там то-то, показывай только вот эту сторону жизни. Или там выбирай себе богатого, и тогда у тебя будет счастье. Там просто копится ком взаимный ненависть. Слушай, а ты давай в следующий раз расскажи нам, как девушка замуж выйти, и на что ей надо ориентироваться. А надо замуж вообще. Вопрос еще, понимаете? Кому надо замуж? Мане, папе, обществу, чтобы подружке хорошо сказали или мне лично? То есть, вопрос изначальный. Ты точно хочешь замуж? Нет, но они хотят ребенка родить. Это естественно, что они хотят продолжение рода. У них самая доминанта большая. Они с детства мечтают надеть фату, свадебное платье, о свадьбе мечтают. Да. Ребенка родить. Ну что потом еще замужем есть? Это как-то не объясняется зачастую. Нет, ты можешь как психолог помочь, например, рассказать, как сделать так, чтобы девушка, послушав твои советы, могла бы и кушать правильно, и чтобы у нее и отношения с мальчиком были правильные. Я помню, когда я молоденький был, я не был умным, понимаешь? Это же опыт такой, с жизнью приходит. А как ей быть опытной, не испытывая жизни? Вторая манипуляция. Хасай Магомедович, вот прямо сейчас сразу же вам даю вторую манипуляцию, которую вот просто никто даже не видит эту манипуляцию. А это, знаете как, вы просто сказали золотую вещь, что не побывав замужем, ты не знаешь, хочешь ты этого или нет. То есть я хочу фату, грубо говоря, я хочу ребенка, да. Я пришла замуж, посмотрела и поняла, что-то мне там не нравится, пойду-ка я обратно. Или что-то мне там нравится, остаюсь, и мы вместе договариваемся. Что у нас сейчас происходит? То есть надо пожить сначала вместе, путь с Олей съесть и понять, жить дальше или нет. По-моему. Или так, потому что я неправильно понял вообще. И путь с Олей иногда съесть, а может и не надо его есть. Понимаете, если человек не тот оказался. Мы когда первый раз что-то делаем, вот смотрите, спрашиваешь у клиента, о чем ты мечтаешь? Клиент говорит, хочу отдыхать на острове с кокосом. Ты там был на острове с кокосом? Нет. Как ты можешь это хотеть? А это по книжкам, по разговорам. Конечно, не испытав, как можно знать, что ты хочешь. И определить вообще, чего ты хочешь в жизни. И смысл твой. Слушай, сейчас вот у меня, извини, там вот здесь пришла, что мне срочно надо там помочь человеку. Дай мне, пожалуйста, обещание, что мы через буквально два-три дня еще раз сделаем встречу, потому что такие важные вопросы сейчас подняли. И ты вот расскажешь, девочкам расскажи, потому что у меня в первую очередь девочек, я им сочувствую. Потому что у меня и дочка есть, и внучка есть, и правнук есть, и сын есть, и правнук есть, но я больше всего мной командуют девочки, потому что я им больше, как папа, дедушка. Расскажешь, да? Расскажешь? Все, давай через два дня свяжемся, свяжемся. Спасибо тебе, Наташика, спасибо Белоруссии, привет, Васе, привет, давай. Счастливо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Так, сейчас, 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 сейчас. Так.